Соблюдение правил дорожного движения это очень важно, тем более в такой сложный период. Эту фразу сотрудники госавтоинспекции повторяют ежедневно, особенно самым юным участникам дорожного движения. В школах на классных часах транслируют информацию и в СМИ. А накануне Дня памяти жертв ДТП инспекторы побывали в детской травматологии Краевого центра охраны материнства и детства. К слову, среди этих ребят в гипсе уже есть те, кто пострадал на дороге. Чтобы таких случаев было меньше, снова повторили значение дорожных знаков. И даже сделали поделки в виде ангелов. С надписями «Не торопись, цени жизнь» их организаторы акции передадут автомобилистам на дорогах города, что еще раз напомнит. Водители должны снижать скорость перед всеми пешеходными переходами, потому что могут неожиданно появиться дети на проезжей части, либо просто люди на проезжей части внезапно. Пешеходам нужно в такой период обязательно носить световозвращающие элементы, чтобы быть более заметными на дороге. А эти ребята знают, что на красный сигнал светофора ехать не стоит, а зебра – повод осмотреться, нет ли поблизости пешехода, которого нужно пропустить. Свои знания юные водители отобразили в рисунках, которые представили на конкурс фонда имени Наташи Ядыкиной – девочки, погибшей в ДТП. В 13 лет существует этот конкурс, и афиша конкурса состоит из первых рисунков, которые 13 лет назад были нарисованы ребятишками, учащимися школой, в которой училась Оксана Ядыкина. Там же в первый класс пошла ее сестра, потом ее жизнь трагически оборвалась. Ребятишки, которые тогда рисовали, 13 лет назад, они сейчас стали взрослыми, возможно, уже завели своих ребятишек и принимали участие. Ну а главное в конкурсе не столько художественное мастерство, сколько реальные знания детей о правилах дорожного движения. И какой урок они для себя выносят, рисуя знаки и светофоры. Нужно ли быть внимательным на дороге? Да, очень нужно, а то можно попасть в ДТП, и может человек пострадать. С постоянным повторением правил, уверены инспекторы, у ребенка сформируется привычка правильного поведения на дороге. И огромная ответственность за это лежит на взрослых. С кого еще детям брать пример? Анна Рашагирова, Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.